Всем привет, друзья! Это видео чисто про микрофон, ну и так поговорим немножко. Я, как вы можете заметить, я собрал себе ПК. Если хотите, видео по ПК, по сборке, где собирал, как собирал. Это всё было очень долго, всё очень напряжненько. Я, можно сказать, первый раз таким занимался. Ну, я в плане, имею в виду, покупал не именно в магазинах своего города, а с разных частей света, можно сказать. Если хотите такое видео, пишите в комментарии, я сделаю, объясню, покажу, ну, всё вот это обсудим. Сейчас у меня многие спрашивают, что за микрофон у меня. Я сразу скажу это, думаю, по звуку понятно, что это не какой-то профессиональный микрофон. Это обычный, бюджетный, начальный микрофон для стримов, для такого, ну, типа... Я не знаю, если у тебя немного денег, ты не будешь сразу покупать микрофон там за двадцатку и сидеть, стримить там на одного человека. Зрители надо, пяти зрителей. Это берётся чисто для бюджета, на первых порах, чтобы развиться, если получится. Давайте расскажу вам вкратце... ну, как вкратце. Я думаю, видео будет минут на десять. Расскажу вам вообще про микрофон, покажу. Это никакая не реклама, друзья, это, ну, чисто от меня, потому что... Как многие выбирают микрофон? Миллиарды вот этих видео, миллиарды обзоров, миллиарды всякого чтения о каждом микрофоне. Половину даже, ну, большая часть нас не понимает, что такое конденсаторный микрофон, что такое динамический микрофон. Вот это всё очень трудно, очень ёмко, если в этом всём разбираться, это надолго может затянуться. Давайте я расскажу о своём. У меня обычный микрофон, ну, грубо говоря, китайский он. Сейчас всё у нас китайское. Так что здесь переживать не о чем. Давайте я покажу. Сайты будут браться. Это первый сайт, где я его купил. Второй сайт, это просто, где я его нашёл. Ну, и все эти сайты знают, конечно же. Вот, первый сайт это NVIDIA. Почему я вообще купил его? Этот именно микрофон. Первое, это потому что в NVIDIA, как бы, ну, если микрофон будет тупить, сгорит, ещё что-то там. Там, если он с браком, с завода, как бы, ну, у всего есть брак. У всего, что мы покупаем в этой жизни, есть брак, есть процент брака. Ну, вы сами понимаете. Вот этот микрофон я купил именно из-за того, что он был доступен именно в моём городе. Именно в тот же, ну, вот, я заказал и в тот же день забрал. Всё. Я рассматривал FIFA, по-моему, T690, как-то так, по-моему, называется. Я точно брать не буду, я уже не помню, там, вот эти буквы, цифры. Ну, точно помню, что T. Он тоже хороший микрофон, тоже примерно трёшечку стоит. 3000 до 3800, по-моему. Со скидкой там выходило 2900. Но почему я взял именно в NVIDIA, я повторяюсь. Потому что, первое, это гарантия. Если будет брак, я отнесу его назад в магазин, мне его поменяют, либо отдадут деньги. Я думаю, это, ну, самый оптимальный вариант для всех. Второе. Почему я его ещё брал именно в NVIDIA? Гарантия. Там гарантия от магазина идёт. Тоже, если там что-то случится, ты его спокойно собираешь в этот, отнёс, его проверили. Ну, чтобы там не ты его, там, я не знаю, в ванну уронил, или ещё что-то, или где-то там снимаешь. Чтобы не ты его, там, уронил об стол 88 тысяч раз, и сказал, там, он не работает. Просто ты относишь, они проверяют. Ну, в основном, небольшой лайфхак. Относите вещи вот в такие магазины ближе к закрытию. Тогда человек уже, ну, уставший консультант. Он сильно не будет разбираться, и, ну, скорее всего, вам просто поменяют. Либо отдадут деньги без проверок, без ничего. Но не делайте так, чтобы, типа, я не знаю, вы реально его сломали и отнесли. Так не делайте. Будьте добрее, друзья. Вот, он стоит у нас 3799. У меня было 1300. Да, 1300 примерно бонусов NVIDIA. Кто знает, вот, тот знает про бонусы. Ими можно 50% суммы оплатить. Он у меня вышел в общей сложности, ну, грубо говоря, 2500. Где-то так. Так же есть еще на, тут на микро, не на микро, вот на это все, есть акции. Они частенько бывают. Вот, например, тут микрофон был тоже Hyper, с этой, со звуковухой. Но я не стал его брать. Он 6 с чем-то стоил. Со скидкой он выходил там 3 с копейками. Я решил взять этот, потому что он, ну, кнопки есть. Вот, видите, тут отключить звук, прибавить звук. И эхо. Не знаю, зачем сделано эхо на этом, на микрофоне. Ну, типа, так же сюда еще можно вставить свои наушники. И вы будете слышать, что вы говорите. Так же, ну, по комплектации он мне очень понравился. Ну, мне как бы многого не надо. Я начинающий, типа, стримы все это делать начинаю только. Здесь у него есть гусь. Я покажу дальше свои фотки, как я его установил. Так же здесь поп-фильтр вот этот. Ну, вот, вы комплектацию, грубо говоря, все видите, да? Гусь. Очень удобная штука. Советую всем, у кого даже ее нету и уже есть микрофон, советую купить. Тысяча рублей, по-моему, стоит где-то, ну, на разных там магазинах, типа, Валберисов, всяких таких. Комплектация мне очень понравилась, все очень супер. На гуся поставил, протянул этот, вот, кабель. Вставил кабель, все. По дровам, не по дровам, ничего не надо. Я просто его вставил в USB-слот. И все, и он сразу начал работать. Сразу отобразился, вот, в винде. Он сразу у меня отобразился. Микрофон туда-сюда. И работает. Ну, здесь я ничего не запаривался. Так же, еще я почему сделал на этот микрофон, ролик, потому что очень мало на Ютубе про этот микрофон говорят. Я не знаю, вы по звучанию сами поймете, нужен вам этот микрофон или не нужен. Я никакие шумоподавления, ничего такого я не ставил, сразу говорю. Это чистый звук микрофона, как он есть. Просто вставили в USB-слот и погнали. Это все чисто. Так что, насчет этого не переживайте, я ничего такого не делал, ну, ничего не подкручивал, ничего не делал. Если вам нравится звучание, то берете микрофон. Если вам не нравится звучание, то не берете. По комплектации я уже сказал, вот. По тому, как он у меня выглядит, sorry, вот так он приходит, тут все в пакетиках, все супер. Здесь тоже. Покажу именно, как у меня он выглядит, но если там у кого-то ужаснет там мой стол, там чуть-чуть не убрано, я просто фоткал, все собирал, все было перед Новым Годом, все сумбурно, можно сказать. Вот такой вот получилось у меня. Дальше я покажу там, где я его прикрепил, этого гуся. Вот так. Его прикрепляешь там к столу, протягиваешь вот эту фигню. Можно провод на гусе чуть-чуть зафиксировать, чтобы он не болтался внизу. И все, и разговариваешь как-то, ну ничего трудного. Вот так же полная. Вот здесь чуть-чуть мусор, так что извиняюсь. Ну как мусор там, флешки, не флешки? Вот так он выглядит. Очень удобная вот эта конструкция. Первый раз как бы я ей пользуюсь, но мне очень понравилось. Также у многих, когда микрофон покупают, есть такая проблема, что есть такой звук. Знаете, он трудно различим именно на слух, но если прислушаться, посидеть, то вы его услышите. Он такой вот, знаете, сейчас сымитирую, вот такой звук, типа, как я не знаю, ну как трансформаторная будка, только в тысячу раз, типа, тише. Но когда ты это слышишь, тебя это раздражает. В этом микрофоне тоже он был. По отзывам я посмотрел, это, кстати, другой сайт, Эльдорадо, тоже его все знают. Тоже такая же сумма. Так что, ну, найти его можно, он в наличии есть. Так, насчет этого звука. Я по отзывам посмотрел на этот микрофон. Некоторые пишут, что есть он. Некоторые пишут, что его нету. Я не знаю, это, типа, брак, не брак. Но, как его решить, этот звук? Вот у меня его нету. Вот даже я сейчас, давайте, замолчу, и вы услышите, что его там нет. Вот, я думаю, понятно, что у меня этого звука нету. Еще этот звук бывает, когда ты дотрагиваешься до микрофона. Ну, тут у нас кнопочки, да, и там понятно, что тебе иногда надо будет дотрагиваться. Он, вот, я сейчас дотрагиваюсь. Этого звука, скорее всего, нет. Я не знаю, я сейчас не проверял, но до этого я проверял, все было хорошо. Давайте я объясню, что нужно сделать, если у вас есть этот звук. Вот, у нас микрофон, да? Вот эти кнопочки, сорянчик, так, давайте красный. Вот эти кнопочки, вот эти все кнопочки, они у нас, типа, отсоединяются. Вы берете, двумя пальцами зажали и потянули на себя. Все, она отошла. Все кнопочки вот так делаем. Вот эту нижнюю часть, вот эту нижнюю часть откручиваем. Открутили. Вот этот кожух весь сняли. Ну, вы поняли, да, вот так. Вот это все сняли. Да, рисую я не очень. Вот это все сняли и дальше у нас будет вот такая вот картина. Вот такая вот картина. Да, я переборщил, что все сняли. Типа, вот это вот сняли и все. Дальше у нас будет вот такая вот картина. Это он в разобранном виде. Типа, я объясню, как сделать так, чтобы он больше не гудел у вас. Если он гудит, как вы к нему притрагиваетесь. Либо просто. Вот, мы разобрали кнопочки, Видите, мы убрали, они там на столе лежат Дальше, вот Сбоку смотрим, видите, вот это вот Клипса, она держит Типа придерживает, ну, к стойке Микрофон приятывается К Хотел быстро сказать, и вот так всегда бывает Что ты теряешься Корпусу приятывается Пластина прижимается, типа В общем, нам нужно что? Давайте Откроем этот файл Этот файл Эту фотку откроем мы тоже в этом В пейнте, я вам покажу здесь Вот, смотрите Нам нужно Вот, я про эту говорил, она, типа На ней стоит вся плата Нам нужно с этой стороны тихонечко С этой стороны Ну и Как бы с обоих сторон, крест-накрест Желательно лучше вот эту фотку Открыть Так, вот 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 так, крест-накрест Чуть-чуть придавить Эту плату К самому Вот этому корпусу Микрофона Аккуратненько Не сильно Сильно не давим Просто взяли Крест-накрест Хоп, придавили здесь Потом хоп, придавили здесь Все, после этого Ну и можете вот эти Где Пиньки эти стоят Вот эти вот Можете Вот эти тоже чуть-чуть придавить Ну вы поняли Черный цвет не видно Но Вот, вот эти Тоже чуть-чуть придавили Все, после этого Собираем его назад Ставим также Кнопочки эти Ставим Ну, корпус одеваем Ставим кнопочки Все Мы его собрали Вешаем назад на гуся И все Он у вас не будет Ни гудеть Ничего Он все Чистый звук будет Все Я не знаю Почему это там Типа Как я изучил этот вопрос Не прилегает плата К этому Сильно К корпусу Из-за этого Она начинает фонить Я не знаю Я не разбираюсь Особо в технике Но Сделал так И все помогло Так что Даже если у вас Не этот микрофон Попробуйте так сделать Может быть Поможет Если кто там Очень долго Уже мучается С этим звучанием Типа На ухо Все время Давит Попробуйте так Может поможет Так Ну все Вроде я рассказал В общих Таких Еще Что бы хотел сказать Подписывайтесь на канал Если вам нравится То что я делаю Подписывайтесь на канал Очень много смотрят Где-то 65% Смотрят без подписки Это очень грустно Очень печально Видео растянулось На 17 минут Почти Тоже очень печально Никто его не посмотрит Так долго Ну ладно Подписывайтесь на канал Будет много трансляций Будем много во что играть Там Даже просто будем делать трансляции Чисто пообщаться с подписчиками Я всегда рад пообщаться Я всегда отвечаю на все комментарии Под видео Как бы Ну я полностью Иду на контакт С подписчиками Также у меня все Месседжеры Написаны в этом В описании Каждого видео И ватсап И дискорд В любой момент Любой вопрос Можете закидывать Я отвечу Если я знаю Этот вопрос Все Всем спасибо Всем пока Я не знаю Получилось грустно Или весело Старался информативно Донести Все до вас Всем спасибо Всем пока Всех обнял Поднял Давайте проведем Тест микрофона Это микрофон Прямо перед лицом С фильтром Со всем Чем можно Все что идет в комплектации Я все одел Вот такой вот у нас звук Как вам этот звук Говорите Проверка 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 связи Так давайте Теперь чуть-чуть Отдалим Это примерно Было сантиметров Десять от лица Давайте вот Примерно Сантиметров Пятьдесят Раз Два Три Раз Два Три Звук идет Все нормально Все пишется Подписывайтесь на канал Вот такое вот звучание Также давайте Диапазон Именно Как он принимает звук Вот Например Это я говорю Прямо перед ним Он прямо передо мной стоит Я говорю прямо в него Прямо в микрофон Давайте вот спереди Справа Сзади Сбоку Слева Справа Сзади Сзади Спереди Он нормально Принимает звуки Со всех сторон Я не знаю Если вам это нужно То это хорошо Если вам нужно Что-то другое То Надо смотреть Другие обзоры Надо брать Другой микрофон Этот микрофон Он берет звуки Со всей комнаты У меня ничего не оборудовано У меня просто Передо мной монитор Передо мной микрофон И слышно Например Вот сзади у меня дверь Слышно Как она закрывается Если что Так что так Но звучание Мне нравится Сам голос Мне не нравится Но звучание Мне нравится Я не знаю Не знаю Кому вообще Свой голос нравится А так Вы можете судить Если вам нравится Звучание Если вам Все У вас все устраивает Цена Ну можно сказать Хорошая Особенно Если есть бонус Это вообще Красота М-видео То Можно брать Вот такой вот Получился обзор Всем спасибо Всем пока Подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok